Модальные глаголы в английском языке. На самом деле их не так уж и много. Всего 9. Модальные глаголы мы используем тогда, когда мы хотим сказать о том, что что-то возможно, что-то способно или кто-то способен. Когда мы хотим сказать о том, что что-то мы думаем произойдет в будущем. Или же тогда, когда мы делаем логическое заключение о том, что наверняка сейчас либо где-то происходит, либо что-то уже произошло на данный момент. Всякий раз, когда мы хотим либо выразить идею повеления, заставить кого-то что-то сделать, или же сказать о том, что в чьи-то обязанности что-то входит. Или же тогда, когда мы наоборот хотим что-то кому-то запретить. Или же в тех случаях, когда мы хотим выразить определенные мнения или же мысли по поводу того, что кому-то следовало было сделать, или же стоило бы кому-то что-то сделать. Во всех этих случаях, во многих, конечно же, других мы используем модальные глаголы. Как вы видите, от них мы не можем избавиться, мы их не можем каким-то образом обойти, к ним просто нужно каким-то образом нам приспособиться, привыкнуть и видеть, каким образом мы можем их использовать в речи, в письме, какие функции они выполняют, какую роль они несут, какое значение они вкладывают в каждом контексте и в каждом использовании. Я так думаю, что в течение нескольких видеоуроков мы с вами постараемся покрыть основные значения и функции модальных глаголов в разных контекстах. Но для начала давайте мы с вами вспомним вообще, какие модальные глаголы мы знаем и что мы можем сейчас на данный момент вспомнить. Хорошо? Итак, модальные глаголы. Модальные verbs. Самых основных или же так можно сказать в чистом виде модальных глаголов в английском языке всего девять, так что их не так уж и много. Модальные глаголы. Итак, что мы можем сейчас вспомнить? Давайте мы с вами постараемся вспомнить тот модальный глагол, который мы используем для того, чтобы указать на действия в будущем. Да, я думаю, что вы правильно догадались, это модальный глагол will. Модальный глагол will. А также мы еще используем модальный глагол shall для того, чтобы тоже ссылаться на будущее. Но он менее распространен и, честно говоря, немножко, на мой взгляд, устарел. Мы его используем по отношению к себе или же, ну, либо в единственном числе, либо во множественном числе. А также он используется очень часто в юридической лексике. Когда мы говорим о тех модальных глаголах, которые выражают идею обязательства, необходимости, когда мы хотим настоять на своем, или же хотим мы кого-то заставить что-то делать, то это модальный глагол must. Если же мы не настолько категоричны и хотим просто выразить идею того, что человеку стоило бы что-то сделать, то это уже модальный глагол should. He or she should do something. Когда мы говорим о способности кого-то, или же возможности какие-то, мы можем использовать модальный глагол can. I can speak English. А если мы хотим выразить идею того, что что-то могло произойти в прошлом, или же тогда, когда мы хотим сказать, что была какая-то определенная возможность, либо способность в прошлом, то это модальный глагол could. Говоря же о тех случаях, когда мы не уверены на 100% о том, что может что-то произойти, либо в будущем, либо в настоящем, в этом случае нам могут помочь модальные глаголы, которые очень близки по значению друг к другу. Это модальные глаголы may, а также might. May и might. Кроме этого, у нас также еще имеются и другие модальные глаголы. Допустим, модальный глагол, который мы используем для указания на будущее из прошлого, это модальный глагол would. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять модальных глаголов. Ну, это, так сказать, в чистом виде модальные глаголы. Кроме них, у нас есть также другие конструкции, которые мы тоже используем, которые также выполняют функции модальных глаголов. Допустим, конструкция have to, или же miss to, или же ought to. Мы каждые из них будем рассматривать в отдельности, будем уделять внимание на их роли функции. Но на данном моменте, мне что хотелось бы сказать. Модальные глаголы не используются с частицей to. Это очень важно, потому что часто я слышу, как многие из нас все еще, возможно, по привычке или же по инерции, используют, допустим, такие конструкции, как I should to go, или же I must to do it. Такого не бывает никогда. В английской правильной речи это недопустимо. Поэтому только I should do it, I must do something, I can do something. Но ни в коем случае не частица to после них. Сразу же после них используется просто инфинитив. И даже если мы говорим о нем, о ней, то мы никогда не скажем she can swims. Такого не бывает. Просто she can swim. И это будет относиться не только к модальному глаголу can, но также по отношению ко всем остальным глаголам. При этом хочу также упомянуть и уточнить, что модальные глаголы также не меняют свою форму. Они не добавляют к себе окончания ing, или же, как мы говорим, ing, не добавляют окончания s, если мы говорим о ком-то в третьем лице в единственном числе. Они всегда имеют одну и ту же форму и одну и ту же функцию. Кроме этого, важно помнить, что они не имеют также вспомогательных глаголов. То есть мы не скажем do I must to do it? Do I must to do it? Я что, должен это делать? Do I must to do it? Ни в коем случае. Просто must I do it? Must I? Просто выносим модальный глагол точно так же, как и вспомогательный глагол наперед. То есть сразу же перед подлежащим. И все срабатывает. Или же can I come in? May I ask you a question? Could I speak, please? Ну и так далее. Итак, модельные глаголы. Их немного. Всего только 9 основных. Функции у них разные. Но на данный момент важно помнить, мы не используем никаких других форм, кроме того, что у нас есть. Не добавляем никаких окончаний. Мы не используем частицы у ту после них. И они не нуждаются в вспомогательных глаголах. Продолжение следует...